Музыка Федеральными экспертами отмечен опыт работы управленческой команды города Магадана по итогам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», который прошел в 2021 году. Министр экономического развития России Максим Решетников направил благодарственное письмо мэру Магадана за активное участие в конкурсе. В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Опыт работы управленческой команды муниципального образования город Магадан был особо отмечен экспертами на федеральном этапе конкурса. Благодарю представителей региона и города, принимавших участие в подготовке и реализации практики за эффективную и качественную работу. Сказано в благодарственном письме министра. «Магаданцы понимали, в каком экономическом положении, при каких возможностях сейчас находится город Магадан. И уж точно отсюда сейчас уезжать не стоит, потому что это территория, которая имеет право на очень быстрое интенсивное развитие». Команда областного центра представила практику муниципального образования в сфере «Муниципальная экономическая политика». В частности, познакомила экспертов с деятельностью и показала результаты работы Кардинального совета в области развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии Магадана. С начала текущего сезона зимней рыбалки никаких эксцессов на льду магаданских бухт не зафиксировано. Такой результат достигнут в том числе благодаря системным мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым силами МЧС по Магаданской области. «В бухте Нагаева, в общем-то, ледовое покрытие на той части бухты, где вот оно сейчас стоит, оно достаточно стабильно. Толщина льда у нас достигла 55 примерно сантиметров. Лед, в общем, хороший, крепкий, держит хорошо. И тут обстановка нормальная. Обстановка в бухте Гертнера, там у нас значительно хуже, поскольку вызваны, скажем, нестандартные теплые дни. Они, ветровые явления, приливно-отливные явления, они лед разрушили в бухте Гертнера. Значит, там остался совсем небольшой припай. Вот сейчас он опять, опять ударили морозы, оно опять начинает смерзаться. Но лед там очень слабый пока». Сотрудники МЧС предупреждают. На первом месте должен быть не улов, а безопасность. Несмотря на наличие современной спасательной техники и подготовленного личного состава, трагедии продолжают случаться. В первую очередь из-за беспечности и безответственности некоторых рыбаков. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. С 1 января 2022 года Пенсионному фонду России перешел ряд выплат, компенсаций и пособий, которые раньше назначались и выплачивались органами социальной поддержки. Граждане, которые уже получали или получают пособия, не нуждаются в повторной подаче документов, так как идет автоматическое продление выплат по истечению их срока. Такие пособия получают неработающие граждане с детьми, лица, подвергнутые радиации, инвалиды, имеющие транспортные средства, также пособия положены детям-инвалидам, военнослужащим и их семьям. Если гражданин, подходящий под одну из категорий, не получает пособия, то ему следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Первые выплаты будут начислены 17 января. Это будет досрочное пособие, обычно происходящее в феврале. А с марта перечисление средств вернется к своему обычному графику.